Денежная компенсация взамен жилья в аварийном доме будет предоставляться на новых условиях. Депутаты окружного собрания и представители профильного департамента рассмотрели этот вопрос на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Это обусловлено изменениями, внесенными в ЖК РФ в конце 2019 года. Разработка законопроекта связана с необходимостью приведения регионального закона в соответствии с федеральным законодательством. В частности, федеральным законом предусмотрено, что органы государственной власти субъекта РФ вправе устанавливать для собственников жилых помещений в аварийных домах дополнительные меры поддержки при условии, что на дату признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности, либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения Жилищного фонда социального использования. Раньше можно было компенсационную выплату использовать при наличии в собственности иного жилого помещения на любые цели, то теперь мы в соответствии с ЖК можем дать компенсационную выплату только если отсутствует жилье и только для привлечения им жилого помещения. В действующей редакции окружного закона предусмотрена возможность получить компенсацию всем собственникам освобождаемых помещений в аварийном доме, независимо от наличия в их собственности иного жилья. Данный законопроект, с учетом того, что он обратной силы, ну как бы законно обратной силы не имеет, и норма-то звучит о том, что дополнительные меры поддержки, что на дату признания многоквартирного дома аварийным, подлежащего сносу, у них отсутствуют иные жилые помещения. То есть в данном случае, если юридически, то у нас закон обратной силы не имеет, то есть те граждане, которые сейчас стоят в очереди, те, по которым уже было принято решение о признании дома аварийным, на них эта норма не распространяется. Также предусмотрено в настоящее время условия получения компенсационной выплаты дополняются еще двумя позициями. Во-первых, необходимо, чтобы у собственника освобождаемого помещения на дату признания дома аварийным отсутствовало иное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания и находящееся в его собственности. Во-вторых, гражданин должен получить право собственности на жилое помещение в доме до признания его аварийным. За исключением граждан право собственности, у которых в отношении таких жилых помещений возникало в порядке наследования. Закон округа был приостановлен в связи с теми трудностями, с которыми столкнулся бюджет округа. И буквально недавно было дано поручение губернатора Нинецкого округа о возобновлении его действия. Те ограничения, которые ввёл совсем недавно жилищный кодекс, также коснутся тех граждан, которые состоят на учёте на получение таких компенсационных выплат. Граждане, которые приобрели жилое помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, предусмотренного жилищным кодексом Российской Федерации. Размер возмещения не может превышать стоимости приобретения такого жилого помещения. А также граждане не смогут претендовать на предоставление им компенсационной выплаты, предусмотренной окружным законом. Таким образом, федеральным законодательством предусматриваются изменения, согласно которым компенсационные выплаты взамен аварийного жилья будут предоставляться только в целях приобретения иного жилого помещения. Прежде всего, собрание депутатов преследуется одна цель – это максимально защитить права тех граждан, которые уже приняты на учет. То есть, здесь разработчику дано поручение предусмотреть переходные положения о том, что все ограничения, которые вновь будут вводиться в закон округа, мы не будем распространять на тех граждан, которые встали на учет, либо те, которые проживают в аварийных домах, признанных аварийными до вступления изменений в жилищный кодекс. А это 28 декабря 2019 года. Добавлю, в настоящее время на учете для получения компенсации числятся 184 собственника, в том числе 39 имеющих первоочередное право.